АПЛОДИСМЕНТЫ В России знают ваш университет как один из ведущих центров высшего образования Греции, университет, который готовит высококлассных специалистов. И это вдвойне лестно для меня, что именно ваше учебное заведение пополнило ряды своих почетных профессоров вашим скромным слугой. Мы приветствуем вклад университета в общие усилия по развитию российско-греческих связей. Дружба между народами России и Греции имеет глубокие корни, опирается на православную культуру, общую духовность, цивилизационную близость. Радует, что в Афинах помнит о вкладе России в обретение вашей страной независимости. Одним из символов общей истории является Иоанниска-Подистрия, на протяжении ряда лет фактически руководивший российским внешнеполитическим ведомством, а впоследствии ставший основателем и первым президентом независимого греческого государства. Разумеется, мы всегда будем помнить и общую борьбу наших народов за справедливость, за независимость. Так было не раз и в 19 веке, и в 20 веке, когда мы вместе сражались против фашизма. Сегодня, несмотря на непростую ситуацию в мире, российско-греческое взаимодействие продолжает поступательно продвигаться по самым разным направлениям. Мощный импульс совместной работе придает регулярный доверительный диалог на высшем уровне. В прошлом году Россию дважды посетил премьер-министр Греции Алексей Ципрос. В январе этого года президент Путин принимал в Москве с визитом президента Павлополуса. А центральным событием двусторонней повестки дня на сегодняшний день, конечно, стал визит президента Путина в Афины и на Святую Гору Афон в мае этого года. По итогам переговоров в Афинах в мае была принята политическая декларация, подписан солидный пакет документов, в том числе о сотрудничестве в сферах экономики, инвестиций, энергетики, туризма, сельского хозяйства, о межрегиональном взаимодействии. Успешно реализуется совместный план действий на 2015-2016 годы, который был подписан президентом России и премьер-министром Греции в ходе визита господина Ципроса в Российскую Федерацию в прошлом году. Развивается сотрудничество между парламентами наших стран. До конца года ждем в Москве спикера парламента Греции. По независимым от России причинам снижается наш двусторонний товарооборот. Однако, если в стоимостном выражении происходит снижение, то в физическом выражении взаимная торговля демонстрирует рост. По сравнению с 2015-м годом, по нашей оценке, физический объем растет где-то на 13 с лишним процентов. Но ситуацию нужно выправлять, и, конечно же, мы можем сделать гораздо больше для того, чтобы эта тенденция была изменена. И сегодня мы совместно с греческими партнерами предпринимаем необходимые практические шаги. В том числе расширяем обмены между регионами России и Греции, поощряем прямые связи между деловыми кругами, реализуем инвестиционные проекты. Важной роль в этой работе принадлежит смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Десятая сессия, которая откроется завтра в Афинах. В течение более чем 20 лет Россия является надежным поставщиком энергоресурсов на греческий рынок, обеспечивая 60% всех потребностей в газе и свыше 15% потребностей в нефти. Дополнительные перспективы для наращивания сотрудничества открываются в связи с подписанием 10 октября межправительственного соглашения по турецкому потоку, которое предусматривает строительство одной нитки газопровода в направлении Греции. Конечно же, наученные горьким опытом с южным потоком, мы будем готовы продлить эту нитку на территорию Евросоюза лишь после получения от Брюсселя прочных 100% гарантий реализации проекта. Надеемся, что в Брюсселе будут руководствоваться прагматичными соображениями, а не политизированными резонами. Трудно переоценить роль культурно-гуманитарных обменов в поддержании доверия и взаимопонимания между нашими народами. Под патронатом президента России и премьер-министра Греции успешно осуществляются перекрестные годы – год России в Греции и год Греции в России. Насыщенная программа включает в себя порядка 170 мероприятий в самых разных областях – от культуры и экономики до популяризации русского и греческого языков. Причем география этих мероприятий не ограничивается Москвой, Санкт-Петербургом, Афинами и Салониками, а охватывает и другие районы России и Греции. В текущем году совместно с греческими партнерами проводятся торжества по случаю тысячелетия присутствия русского монашества на Святой горе Афон. С удовлетворением констатируем восстановление туристического потока из России в Грецию. По итогам первого полугодия рост составил более 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Будем и впредь всемерно поддерживать наращивание контактов между людьми. К сожалению, серьезной помехой на пути дальнейшего упрочения нашего разнопланового сотрудничества является инициированный не нами спад в отношениях между Россией и Европейским Союзом. Зачастую приходится слышать как на политическом, так и на экспертном уровне утверждение, будто Москва виновата в нынешней напряженности на континенте. В этом же русле идут итоги стратегического обзора отношений с Россией, которые были подведены на заседании Европейского Совета 20-21 октября. Хотел бы напомнить, что мы неизменно выражали и выражаем готовность к сближению с Евросоюзом по самому широкому спектру вопросов. От введения безвизового режима до формирования настоящего прочного энергетического альянса. Мы вносили конкретные предложения, которые были призваны сделать наше партнерство действительно стратегическим, что отвечало бы обоюдным интересам. К сожалению, пока на этом направлении похвастаться нечем. Наших западных партнеров, которые пребывали в эйфории после окончания Холодной войны, возобладала близорукая линия на отказ от равноправного диалога, на захват геополитического пространства, иначе и не скажешь, на деление народов на свои и чужие. Кульминацией такого курса стал поддержанный Соединенными Штатами и рядом европейских государств антиконституционный переворот на Украине. Особое беспокойство сегодня вызывает взятый в НАТО курс на сдерживание России, курс, который ведет к подрыву стратегической стабильности на европейском континенте. К нашим границам продвигается военная инфраструктура, перебрасываются техника и войска, наращивается число и масштабы учений, не прекращается строительство системы противоракетной обороны. Печально, что руководство НАТО уходит от профессионального диалога и с Россией, и с организацией договора о коллективной безопасности, по выработке коллективных мер противодействия общим для всех реальным, а не надуманным угрозам. В этих условиях возрастает актуальность нашей давней инициативы о том, чтобы провозглашенный в ОБСЕ и в Совете России и НАТО принцип равной и неделимой безопасности в Евроатлантике начал реализовываться на практике. Неоднократно говорили, что хлопать дверью мы не собираемся. Неразрешимых проблем при наличии доброй воли всех сторон в наших отношениях с Западом нет. Для того, чтобы переломить нынешний негативный тренд, необходимо отказаться от порочной логики игр с нулевым результатом, перестать навязывать узкокорыстные договоренности и схемы взаимодействия без учета интересов партнера. Кстати, мы ждем от НАТОвцев ответа на российские предложения о возобновлении конкретной равноправной работы Совета России и НАТО. Наши предложения о нормализации отношений с Евросоюзом были переданы председателю Европейской комиссии Жанну Клоду Юнкеру еще в июне этого года. Тоже ждем реакции. По-прежнему верим в перспективу создания единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана в интересах обеспечения устойчивого развития всего этого обширного евразийского континента. Убеждены, что взаимодополняемость и взаимозависимость наших экономик, использование их естественных преимуществ могли бы способствовать поступательному объединению рынков, позволить сообща эффективнее решать многие проблемы, включая повышение конкурентоспособности в сегодняшнем очень непростом мире. Призываем Евросоюз, и давно это делаем, уже год прошел, наладить диалог с Евразийским экономическим союзом. Оздоровлению ситуации, конечно, помогло бы честное переосмысление Евросоюзом причин отсутствия прогресса в выполнении минских договоренностей по регулированию внутриукраинского кризиса. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы при поддержке России пройти свою часть пути в полном соответствии с той последовательностью шагов, которая была согласована в Минске 15 февраля прошлого года. Но и киевские власти должны выполнять взятые на себя обязательства. Нам очевидно, что жители Донбасса имеют право на местное самоуправление, на родной язык, на свою культурную самобытность. Все это безусловные европейские ценности. Россия продолжит продвигать объединительную, устремленную в будущее повестку дня в мировых делах. В числе наших приоритетов борьба с международным терроризмом, отстаивание права народов самим определять свою судьбу, без вмешательства извне, с опорой на устав ООН. И, конечно же, мирное урегулирование конфликтов через поиск баланса интересов. Продолжаем работать над скорейшим преодолением кровопролитного конфликта в Сирии через добросовестное выполнение решений Совета Безопасности ООН и Международной группы поддержки Сирии, которая была создана под сопредседательством России и Соединенных Штатов Америки. При этом мы отвергаем попытки выгораживать вооруженные отряды оппозиции, которые отказываются порвать террористами. Сейчас это главное препятствие на пути сирийского урегулирования. Мой коллега и друг Никас Кодзиас упоминал среди заслуг российской дипломатии достижение договоренности о ликвидации химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Это действительно очень-очень важное достижение, которое было общим. И Россия, и США проявили инициативу, и затем нас поддержал Совет Безопасности ООН, и все стороны, включая сирийское правительство, добросовестно сотрудничали в выполнении этой договоренности. Помните, даже Организация по запрещению химического оружия получила Нобелевскую премию за то, что она внесла свой вклад в реализацию этих договоренностей. И если мы не наблюдаем крупных впечатляющих успехов в других областях, то, я думаю, главная причина заключается в том, что резолюции Совета Безопасности ООН не выполняются. Вот по сирийскому химическому оружию была принята резолюция, и все точно в срок четко стали выполнять то, о чем договорились. По украинскому кризису тоже есть резолюция Совета Безопасности, которая одобрила минские договоренности от 15 февраля 2015 года, но эта резолюция не выполняется. Не выполняется и резолюция, которая кодифицировала подходы к сирийскому урегулированию. Резолюция 2254, принятая в январе этого года. В ней закреплен комплексный подход, который предполагает срочное начало политического диалога между всеми сирийскими сторонами и правительством, и всеми группами оппозиции, причем начало политического диалога без предварительных условий. Там же закреплены положения о необходимости улучшения гуманитарной ситуации и о бескомпромиссной борьбе с террористами. А те вооруженные формирования, которые не хотят ассоциироваться с террористами, должны просто уйти с тех позиций, которые занимают Джабхата Нусра и ИГИЛ. Но и эта резолюция тоже не выполняется, потому что кому-то очень хочется, чтобы вот это размежевание умеренной оппозиции и террористов не состоялось, и чтобы такая террористическая структура, как Джабхата Нусра, оставалась нетронутой. Нас это беспокоит. Но этот пример я привел только для того, чтобы подчеркнуть, когда то, о чем договариваемся, и тем более, когда эти договоренности закрепляются в виде резолюции с этой безопасностью, когда это все выполняется, тогда и приходит успех. А когда договоренность достигается для того, чтобы купить время и потом продвигать свою какую-то скрытую, под ковром, так сказать, повестку дня, ничего хорошего из этого не бывает. Мы всегда, это было в русской традиции многие-многие века, всегда держим свое слово. Как ответил президент Путин, мы не стремимся ни к глобальному доминированию, ни к экспансии, ни к конфронтации. Это неизменно открыто к взаимоуважительному диалогу с зарубежными партнерами и их интеграционными объединениями на всех географических направлениях. Это в полной мере относится и к членам Евросоюза, и к Соединенным Штатам. По-прежнему надеемся, что совместными усилиями удастся вернуть российско-американские связи на устойчивую траекторию. Это позитивно отразилось бы и на всем комплексе международных отношений, учитывая, что Россия и США несут особое ответственность за поддержание глобальной стабильности и безопасности. Сегодня приводился пример нашего с американцами договора о дальнейшем сокращении стратегически наступательных вооружений. Это тоже хороший пример, потому что этот договор добросовестно выполняется обеими сторонами, повышая безопасность и стабильность в мире в целом. Ну и, конечно, как сказал президент Путин, будем готовы вести диалог с любым президентом, которого выберет американский народ. В условиях объективно формирующегося многополярного мироустройства все более возрастающая роль принадлежит новым центрам экономического роста и политического влияния. Поэтому создание в 2011 году, как я понимаю, в вашем университете центра изучения стран БРИКС было дальновидным шагом, позволяющим идти в ногу со временем. БРИКС – это объединение нового типа, отвечающее реалиям 21 века. Пятерка, в которую входят Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южноафриканская республика, то есть государство различных цивилизационных укладов и экономических моделей, уверенно утверждается в качестве неотъемлемого элемента новой, полицентричной, демократической системы международных отношений. Сотрудничество в рамках БРИКС опирается на принципы равенства, учета интересов друг друга, оно ориентировано на создание благоприятных условий для всестороннего подъема наших стран, обеспечения благосостояния наших народов. Особо отмечу, развивая стратегическое партнерство, страны БРИКС открыты к взаимодействию с внешним миром, не замыкаются в своих рамках, не проповедуют свою исключительность. Уверен, у вас вызовет интерес пакет документов, которые были приняты на состоявшемся недавно саммите БРИКС в Индии. Уважаемые друзья, в скором будущем именно студентам, нынешним молодежи предстоит взять на себя ответственность за положение дел в своей стране, обеспечивать условия для благополучия и процветания Греции, представлять ее интересы в международных структурах, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз, НАТО. И в целом отвечать за внешние связи. Рассчитываю, что вы будете вносить вклад и в поступательное развитие российско-греческого партнерства, укреплять многовековую историческую солидарность наших народов, их духовную и нравственную близость, которые уходят вглубь многих и многих веков. Это прочнейший фундамент отношений между Россией и Грецией, который, я уверен, никому не удастся разрушить. Спасибо за внимание.